Всем привет! Меня зовут Паша Корчевский и сегодня я хочу поговорить на тему звука. Как правильно извлекать звук, как заниматься над звуком, какие упражнения, над чем нужно работать, за чем нужно следить. Давайте выясним, как мы воспроизводим звук на трубе. Что мы имеем? Мы имеем трубу, мундштук и мы с вами. Чтобы воспроизвести звук, нам нужно научиться передавать информацию через переходник в виде мундштука. В чем наша информация заключается? Информация наша заключается в правильном дыхании и в нашем аппарате, амбушюре, губах, языке и так далее. Но самое главное это фундамент в виде дыхания. То есть наш фундамент это дыхание. Нужно правильно научиться делать вдох и выдох. Есть упражнения для этого. Я, кстати, уже его делал пару лет назад. Кто не смотрел, посмотрите полностью, я объясняю, что к чему. Но в этом видео я тоже его покажу. Значит, давайте поговорим о дыхании. Какие вот у нас есть ошибки. Многие начинающие трубачи, которые уже более-менее пару лет играют, Может быть, они уже долго играют, я не знаю. Но есть такая ошибка, что неправильный вдох. Люди берут дыхание только в грудь. То есть они берут только вот в эту часть и играют. И от этого, как бы, получается, у тебя звук страдает, ты сильно начинаешь давить на губы. У тебя ноты не берутся, ты устаешь и все. И тоска, печаль приходит в жизнь. Не знаешь, что делать. Вот, давайте выясним, как правильно взять вдох, как правильно брать дыхание. Значит, есть три позиции у нас вдоха. Вот, дыхание состоит из трех позиций. Значит, это живот, спина и грудь. И сначала мы берем живот, то есть потом спину и потом грудь. Получается, у нас появляется вот эта опора. Когда правильный вдох ты взял, у тебя опора и тебе уже просто, как бы, нужно выпускать этот воздух, торпеду эту запускать. Ну вот, мы, значит, разобрались, как правильно брать вдох. Вот, и теперь мы также должны, как бы, научиться правильно, правильное количество воздуха брать. Это, ну, зависит от разных ситуаций. Иногда нужно прям наполниться, взять воздух прям полностью. Заполнить свое, как бы, свое тело. Вот, и иногда нужно немного взять, потому что это тоже может быть перебор. У тебя может давление в голову тебе ударить, когда слишком много воздуха, и ты пытаешься его выпустить. А, как бы, у тебя получается вот это давление, и все, у тебя начинает голова болеть. Что происходит, когда мы берем только грудью? Мы начинаем, ну, даже обратите внимание сами, то есть вы попробуете. Вот, когда берешь грудью только воздух, ты пытаешься что-то играть. У тебя, во-первых, не хватает нормального выдоха, то есть сыграть фразу какую-то там из нескольких тактов. И ты начинаешь уже, так как у тебя нечем, нечего посылать, как бы, в трубу, ты начинаешь уже выдавливать из себя, и горло начинает зажиматься. И вот такой, получается, у тебя такой звук получается, потому что у тебя зажато горло. Вот, а у тебя горло открыто только тогда, когда у тебя правильный вдох и выдох. То есть ты берешь и выпускаешь, у тебя открыто горло, и все, и у тебя звук сразу появляется правильный. А когда у тебя такой, как бы, неправильный вдох и неправильный, получается, выдох, только ты, как бы, в грудь взял, выпускаешь его, и все, у тебя уже не остается воздуха. Ты начинаешь, как бы, горлом давить, там, я не знаю, получается, так, звук. Надо еще взять только грудью. И вот я чувствую, как, видимо, начинает горло уходить вверх и зажиматься. Сейчас я вам покажу пару трюков, которые мне помогли в свое время разобраться с дыханием и приучить себя, приучить себя к правильному вдоху. Вот, значит, номер один упражнение такое, перед тем, как вот вообще начать свое занятие, делайте вот такие упражнения. Значит, руки на пояс, и вот, значит, я вам сказал, берете дыхание вот в три стадии, то есть живот, спина и грудь. Взял и просто таки делаешь упражнение. И еще разок. И вот в таких пару, там, сделайте тройку. Следующее упражнение. Не упражнение, а просто даже, как научиться брать дыхание в спину. Просто наклоняетесь, вот так наклонились и берете вдох. И еще разок. Вот оно, почувствуете. Вы почувствуете сразу, что в спине воздух появляется. Вот. И потом можете так брать даже с трубой длинные звуки, там, какие-то упражнения, играть. Просто берете, наклоняетесь. У меня дыхания много сразу, когда ты берешь, у тебя опора появляется. Все сразу хорошо становится в жизни. А теперь давайте поговорим о правильном выдохе. Вот. Как правильно толкнуть воздух, значит. Ну, для такого примера я могу сказать, что это примерно то же самое, что, допустим, вам нужно кого-то позвать, там, на улице вдалеке, и вы как бы там, эй, 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 эй. Вот, получается, вот он, правильный выдох, правильный толчок воздуха. Вот. И теперь мы это, значит, поняли. Для этого есть упражнение без языка на трубе Вы уже разобрались, как правильно делать вдох Берете вдох в три стадии спина, живот, грудь И теперь делаем этот толчок воздуха Достаточно быстрый толчок воздуха И когда играете без языка, то есть атака у вас должна как будто это с языком выиграть И должно звучать максимально так же И как бы... Покажу вам чуть-чуть быстрее Вот это все без языка И вы почувствуете сразу Вот в этом месте у вас начнет работать Кто-то это называет диафрагмой Кто-то не согласен с этим Пресс Я не знаю, что там конкретно работает Ну как меня учили, что это диафрагма Ну вот Вы почувствуете и пресс, и диафрагму И все, что там есть Что начнет работать Это правильный выдох Ну и вот, значит мы знаем Как сделать правильный вдох И как правильный выдох Вот, от этого у нас получается правильный звук А точнее правильный выдох Ну вот об этом я сегодня и хотел поговорить Основная тема Как вот работать над звуком Получается работа над звуком Это работа над дыханием Это, то есть, вот номер один Это фундамент Работать над фундаментом Должен быть правильный фундамент И когда, ну и значит Достаточно много позанимались без языка Вот, научились правильно толкать воздух Вот, сформировалась атака без языка Как будто это с языком То есть, у вас звук открылся Получается, все Открылся звук Правильная атака Правильный посыл воздуха Вот, и вы уже Ну и тогда появится у вас Настоящий ваш Который вам Бог дал звук Вот И над этим нужно заниматься каждый день У вас должно это, как номер один Стоять в голове Правильный вдох Правильный выдох Правильный вдох В любом упражнении То есть, халтурить нельзя Нужно себя, как бы, заставлять Вдалбивать в себя В свой организм В свою голову Чтобы брать правильный вдох И правильный выдох И уже до автоматизма это доходит И вы в любой ситуации Уже начинаете, как бы, ну Подстраивать свой вдох Как бы, там Ну, вот Количество воздуха Для одной ситуации Вам нужно побольше взято Если фраза, там, какая-то длинная Допустим Если где-то Какой-то Небольшой фрагмент Чуть поменьше Ну, и все Вы уже начинаете владеть, как бы, ситуацией Ваше дыхание должно быть, как насос Одинаково должно работать Оно, как бы, брать и выпускать Брать и выпускать Еще один момент хотел сказать Ну, вот, есть такое заблуждение Что, вот, люди, когда им, знаете Не нравится, как звучит Как они сами звучат Они начинают Вот, мне, наверное, нужно другой мундштук Там, побольше, поменьше Вот, мне, там, нужна труба Там, потяжелее, полегче И вот это начинается Вот эти бесконечные поиски На которые, то есть Люди тратят всю жизнь Так и ничего не могут найти Вот, а корень проблемы, скорее всего В неправильном дыхании Вот И, как бы, нужно на это Обратить внимание С самого начала Приучить себя правильно дышать А потом Да, есть нюансы Когда думаешь Вот, мне звук немного поярче Да, берешь, там, трубу Там, какую-нибудь Серебряную, да Там, вот Она звучит ярко Там, либо потемнее Там, желтую трубу взял И так далее Мундштук поглубже Поменьше У меня, вот, есть Турбачи Знакомые Друзья Играет вообще на гвоздики Маленький мундштук С маленькой чашкой Звучал вот такой Открытый Такой богатый звук Потому что у человека Правильное Правильное дыхание Ему все равно На каком мундштуке Играть Мне будет хорошо На каком мундштуке На каком трубе У него будет Всегда хорошо звучать Потому что правильно Все поставлено А мундштук Он, как бы, Просто для удобства Вот, должно быть Удобно играть Если тебе удобно И Если тебе удобно Но не нравится Как звучит То, скорее всего У тебя просто С дыханием Какая-то лажа Тебе надо позаниматься Без языка Подолбить Это год Как минимум длинные ноты каждый день играть вот и потом уже как бы до послушать и потом ты поймешь на самом деле это проблема как бы в трубе или это все-таки то тебе проблема вот это то что я считаю то что я как бы с опытом это понял как бы я многие известные музыканты вот такие я узнаю конрад херрик тромбонист он играет там уже всю жизнь на одном штуке там на 2 максимум алексей пягин наши русские вот он тоже всю жизнь играл на на одном штуке и не парился ну там может у него два тоже было может такая иногда но все время один и тот же то есть нужно менять на штуки то бесконечная гонка это начинается вот это эти ты только к одному привык потом начинаешь опять другой просто остановись разберись со своим дыханием вот и возьми мой штук на котором тебе реально комфортно играть вот что у тебя все там стоит все как надо ничего не мешает и все и просто занимайся занимайся совершенствуй совершенствуй свои навыки улучшая дыхание небольшой анонс я наконец-то сделал свое пособие вот этот эффективный комплекс упражнений для разыгрывания вот на нотах в pdf в электронном виде вот я продаю можете со мной связаться я вам скину линк ссылку по которой вы его скачать можете стоит недорого вот так же у меня есть в электронном виде то книжка которая тоже выпускал давно 12 транскрипций соло транскрипциях трубачей разных разных трубачей вот тоже все это продается на этом все дорогие друзья спасибо большое за просмотр не забывайте подписываться на канал ставить лайк комментировать если вы хотите поддержать меня и мой канал ссылка на paypal в описании благословил вас бог пока пока удачи удачи